Надежда Гавриловна, в Одессе вы посещаете салон Нуго-Бест, Королева 92А, я Александр Малко, доктор-хирург с Харькова, приехал и вы мне рассказываете, что с помощью Нуго-Бест можно лечить, какие болезни? Можно лечить болезни ухо-горлого носа, я избавилась от дотитов, хронически, сколько лет у вас было? У меня где-то лет 15-20 было, попробовала лечить, мне ничего не помогало, сейчас у меня отлично, боли у меня ушли, и боли ушли, и слух у меня ушли, ушла мне язда в 12 лет, желудка и в 12 лет. И когда я ее лечила? Лечила я ее 35 лет. И сейчас уже сделали контрольную эндоскопию? И когда я уже каждый год делала контрольную, она у меня сидела, то сидела, то сидит, то сидит, то сидит, и сидит, и в этом году уже, когда я приехала в Трустовец, на Нуго-Бест я ходила, положила, в этом прокревали все, а если нет, у вас даже следов не осталось от нас, даже следов не осталось. Дальше, почки у меня были анализы 0,342 промилле, постоянно. Это что? Белок? Это белок, значит, да. Нефрит. Нефрит. Ну, еще говорят, что хронически белок сейчас, они где-то 0,32, при выписке следы. Следы? Следы остались белка. Улучшение по почкам? Да, улучшение по почкам. Излечение от язвы? Ну, от лечения от язвы, от лечения от хронического отита, и в общем состоянии. Давайте теперь конкретнее, смотрите, конкретнее, мне что интересует? Вы посещаете Нуго-Бест сколько времени? Ну, уже 7 месяцев. 7 месяцев. Чем пользуетесь вы? За эти 7 месяцев что используете? У вас прошел хронический отит, который вы лечили много лет? Да, хронический отит. Язва, которую вы лечили много лет? Вот эти два факта меня интересуют. Да. Что вы делали? Что я делал? Почему прошел отит и почему прошло нет? Я вот ходила на НОГОВЭС. Прогревала шариковыми этими ровными. Шариковыми проекторами? Проекторами уложила на это. Ухо прогревали, да. Ухо прогревала. Потом уложила я шариковый проектор на верхнюю часть живота. На верхнюю часть живота. И глубокое прогревание стоп на биохат становилось. На биохат я становилась уже дома. На биохате я стояла по полчаса. У меня ушли боли в ногах. Я ходить долго не могла. А так у меня боли ушли. А чего боли были связаны с сферичным нейроном? Нет, боли мне кажется больше, что с сосудами связаны. С сосудами. Кровообращение было нарушено? Да, нарушено кровообращение. Вы не обследовали? Вы не могли долго ходить? Боли появляются в микроножных мышцах? В микроножных мышцах появляются. Потом появляются вот здесь появлялись боли. И ноги как-то приобретали. Синюшный такой цвет. Сейчас мне это все ушло. Ушло. Сколько проходите без остановки? Вы знаете, у меня малый внук, ему два с половиной года. Мы с ним начинаем с шести часов утра до двух часов утра. Кто первый? Первый падает он. Это серьезно. А потом после этого ложится отдыхает, а бабушка идет еще на кухне продолжает ходить. То есть под 12 часов я не чувствую той усталости на как, что мне было раньше. Нет. Она ушла у меня. Понимаете? Ушла. Ну и плюс ко всему, значит, у меня улучшилась работа сердечно-сосудистой системы. Как? У меня ушло давление. У меня было давление 150, 140, 160 на 90 на 100. Я обратилась к кардиологу. Обратилась к кардиологу. Сейчас какое? Сейчас у меня давление 110, 120. Самый высокое это 130. Таблетки пьете? Таблетки я принимаю только лишь одну таблетку, но и правильно. Я прекратила, была принимать 4 месяца, не принимала. Опять у меня стало давление шеветь. Мне он сказал, что вы должны принимать за счет своей психики. Пока попить. Пока попить. Но, в принципе, как для гипердонии, то и время еще недостаточно прошло, 7 месяцев. И там надо делать упор на прижигание, накапливать само прижигание, воздействие его. Надо накапливать, скажем, пользоваться постоянно турманиной керамики. Вы можете здесь и... Да, я пользуюсь. У меня есть подушка турманная, потом биохат. Я просто... Я вечером, если по какой-то причине я не становлюсь на духовой студенте, то дома я обязательно ночью, не ночью, уже после 11, я становлюсь на биохат и где-то 25-30 минут стою на биохат. Я не стою, а танцую. Я танцую на биохат. Потом, после этого, после этого я ложу биохат на кровать, прогреваю себе верхнюю часть позвоночника, потом спускаюсь ниже, прогревается у меня вся нижняя часть. И я утром просыпаюсь, даю 40 минут зарядки, холодный, теплый душ. И после этого уже меня, как бы, принимаю свою воду, чистую воду, очищенную, по болотному. И, дай Бог, конечно... Если подвести резюме, смотрите, ну, как бы, я смотрю на вашу историю, что я замечаю. Есть хронические болезни, которые долго лечатся, а в принципе не лечатся. Ну, просто подлечиваем, скажем. Мы, доктора, их пытаемся подлечить. Вы можете сказать, что хронические болезни излечимы? Да, все зависит от человека. Все излечимо. Не излечимого ничего нет. Все зависит от самого упорства человека. Я, смотрите, я доктор, я упорный человек, я, как бы... Но, не-не, я не умею лечить хронические болезни. Вы прощили МНУГАБЭС, взяли там себе что-то, делаете, и вы мне говорите, что все-таки можно избавиться от хронических болезней. Можно. 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 Я доктор. Да. Я не умею. Можно. Я не умею лечить. А вы можете. МНУГАБЭС, может? Медикаментами. Ну? Хирурги разрезал-зарезал. Мы категорически. А мы, как... Я тоже сама фельдшин. С 55-летним скажем. То есть, я пришла к тому выводу, что хронические болезни, ходя на МНУГАБЭС, все можно излечить. Вот, а вы скажете, интернет. Пожалуйста. Все хронические болезни, ходя на МНУГАБЭС, можно излечить. Но ходить надо постоянно. То есть, усилия прикладывать? Прикладывать усилия, выбирать время, бросить, наскучивать. Бросить там всякие амбиции, что это неизлечимо, что это можно. Все можно излечить на МНУГАБЭС. Все можно излечить. Спасибо. 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 Продолжение следует...